вы видите эти мешки но это просто сегодня мусор забирают но дело не о мешках видите эти надписи на парковочных местах через одно в основном это есть зарезервированные паркинги а есть нет вот я здесь стоял на свободном под чьим-то чужим домом потому что вот там под моим домом на моё гостевое место поставили машинку сейчас расскажу вечер они утро утро офигительных историй у меня лежит под стеклом вот такая штука не паркуйся здесь вызову полицию окей босс так вот короче эта тема это называется instant karma потому что меня начало это реально задолбывать я не думал что это так задолбает в предыдущих апартментах у нас не было зарезервированных мест то есть все становились на на все на любое и как-то из-за этого а ну и как-то вот эти все парковочные места были в принципе довольно таки равно удалены от всех домов было несколько домов которые относительно ближе или меньше к паркингу но все равно основная масса удалена равно удалена от парковки ну и поэтому не было своего места были предпочтительные но не было какого-то такого если если оно будет занято но и ладно хорошо переходим к части 2 марлезонского балета новое жилье на новом жилье тупняк тупиковый тупейший просто блин нищие причем начало что мы там живем вообще сентябрь октябрь ноябрь еще ноябрь меньше двух месяцев понадобилось чтобы меня просто это начало выбешивать домики стоят вот тыс-тыс-тыс-тыс-тыс твари блин с утра завели меня вот домики стоят и парковочные места резерв гостевой зарезервированное гостевое зарезервированное гостевое ну через одно но так рассчитано что в принципе на каждого жильца на каждую квартиру по два места вот сколько квартир не за допустим пять в доме значит там будет 10 парковочных мест из этих 10 будет 5 зарезервированных 5 гостевых через одно идти ну как бы очевидно что в большинстве американских семей по умолчанию две машины потому что по крайней мере здесь в джерси давайте так в джерси песком люди не ходят потому что практически негде все ездят на машинах а соответственно всем нужна машина пока ты малолетний человек у тебя нет прав смысле водительских а может быть и каких-то других тебя возят твои взрослые вот они и поэтому основу для папы машинка и для мамы машинка чуть-чуть реже но но не такая уж и редкость когда машин семье три у них есть для папы для мамы и допустим уже для довольно таки взрослого ребенка это нет ну нет третья машина если есть семье то она не для ребенка но что если у ребенка уже есть машина он не живет с папой с мамой он же где-нибудь либо в университете в общаге либо он уже на своих вольных хлебах улетел из отечества отеческого гнезда третья машина в семье это в основном семейного типа если куда-то они всей семьей в комфорте хотят поехать на каком-нибудь и с ю ви а так легковушечка для него легковушечка для нее и семейный но чаще всего это две машины редко когда одна но ты либо холостой у вас семья из одного человека что тоже ничего либо что-то пошло не так у вас я не знаю по каким причинам тут человек не может получить права не он может закладывать хорошенько бухать у него права отобрали и собственно и машина теперь не нужна ну такое потому что все тут бабушки все ездят на машина иного пути добраться из точки а в точку б нет долгая история предыстория так вот по дефолту по умолчанию две машины в семье два парковочных места как-то сходится блин сходится только не сходится 1 почему только одно из этих мест вы сделали зарезервированным для этого жильца а второе гостевым вот это у меня не сходится потому что происходит полная дичь каждый вечер если у тебя стоит на твоем зарезервированном месте одна машина вторую ты увел и освободил свое гостевое свое гостевое фух блин то к вечеру когда ты приедешь оно будет занято кем-то вот в чем печаль и ты начинаешь ехать искать такое же свободное гостевое другое кому то тоже говна насыпаешь самовар при чем ты находишь такое место ставишь капец я только сейчас увидел они мне еще и зеркало скрутили разъемлены разозлил каких то чуваков я уходил с у нас чувствовал что я кусок говна так они мне еще и сегодня ныпод нас рали вот я поставил на такое гостевое чужое а не не началось с того что именно такое каждый вечер происходит но надо, блин, встать где-то на аварийке чтобы выкрутить зеркало или не перестраиваться вправо вообще, тупо в правом ряду ехать что, наверное, не вариант хотя бы влево могу перестраиваться а то я немножечко офигел голову вправо повернул а там зеркало на меня смотрит, я себя вижу блин и по хайвэю сейчас рассекать не, ну влево могу перестраиваться уже здорово, надо рассчитывать дорогу так чтобы при перестроении влево я всегда оставался в самом крайнем правом ряду так вот, каждый день такая тема происходит надо заметить что есть здесь этот лизинг офис, то есть центральное здание которое, как бы, там находится наверное, администрация этого всего апартмента, комплекса этого кондоминиума естественно, они там не круглосуточно сидят, но там происходит всякие мероприятия, вот куда я ходил на детский хэллоуин и там куча свободных мест без всяких резервов, там они не привязаны вообще к жильцам вот там, если к тебе приехали гости туда их отправляют пешком пройдетесь до гостей мы, когда приезжали в гости сюда к ребятам, когда еще эту квартиру смотрели они нам тоже сказали паркуйтесь либо там, либо вот здесь вот на повороте но желательно не занимайте даже гостевые можно, но вы не знаете у кого машина одна в семье можете, тем более но вам здесь все жить я бы так и делал если бы не увидел, что на наше место с самого первого дня нашего жилья начали ставить рандомно левые люди причем я с утра специально наблюдаю кто эти умники и смотрю, что это просто буквально из соседних домов это не то, что там гость какой-то там приехал в время бывает и такое, что машина стоит на этом месте и потом часов в одиннадцать она уезжает то есть это кому-то приезжали гости встали на наше гостевое место потусили в гостях и уехали и ты потом в среди ночи бежишь переставлять свою машину на свое место не для того, чтобы ее другой кто-то в одиннадцать ночи не занял скорее всего уже никто не займет хотя может быть и такое потому что все еще приезжают и ищут поближе к дому а для того ты переставляешь ночью чтобы с утра ты там с ребенком, которого надо посадить в машину не шел до своей тачки короче вот так вот стали начать с моим гостевым местом я подумал ну окей раз здесь всем как бы а я соседа еще спросил я думал ну может быть тут какая-то разница менталитетов и американцы настолько к своему чужому по другому относятся как мы не как мы вот я спросил соседа что за дела он объяснил да не как бы это нормально ну а что делать это гостевое место понятно говорит я на твоем гостевое место ставать не буду я знаю что у тебя две машины я знаю что у тебя маленький ребенок тебе там надо либо покупки либо с ребенком еще таскать далеко то есть я на твою не стану но говорит я других людей здесь не знаю поэтому если мое занято ну я вот ближайшее нашел там напротив там там же парковался я говорю ну ты же понимаешь что это тупость это тупо один какой-то олень встал на чье-то гостевое место и пошли пятнашки и тот пошел тому поднасрал тот пошел тому поднасрал и все друг другу поднасрали а он говорит да ну как бы и че и че как по мне и че это ты должен взять всеми жильцами это собственники это не то что на прошлом на прошлом жилье у меня я снимал апартменты и ты там никто и звать тебя никак не нравится пошел нафиг а здесь вы собственники жилья у вас есть какая-то это типа ОСББ какая-то администрация придите скажите вы блин не придолбали зарезервируйте все места по два поднимите руку у кого две машины в семье и все такие опа поднимите руку у кого одна машина в семье кто-нибудь там пару коллег поднимите у кого три ну чуть больше там пара коллег ну вот скажут те у кого по одной машине в семье свободны у вас и так есть одно зарезервированное те у кого три вам будет два а третья ваши проблемы ищите или договаривайтесь со седями у кого одна а те у кого два вот вам по два будет зарезервировано все и сказать если к вам приезжают гости вы знаете где гостевой паркинг отправляйте их туда все вуаля все просто нет мы играем в пятнашки ну ладно я же говорю это была фигня до тех пор до сегодняшнего утра я вчера вечером приезжаю естественно мой гостевой занят я приехал с малой тут куча куча вещей садика надо было забрать постирать естественно я оставляю подпирая свою и его машину остановился разгрузился сделал несколько ходок из машины перенес ребенка перенес вещи еще вещи и был такой соблазн вот так машину оставить на ночь думаю на тебе тварь придешь ты с утра выехать не сможешь ага потом подумал ну ладно поставлю так чтобы он смог выехать но было неудобно ему чтобы он страдал как я морально страдаю потом подумал да ладно ребят я ж в Америке тут наверное так не делают тем более джеб сосед сказал ну гостевой и гостевой окей я вышел из машины прошелся и в доме напротив я нахожу гостевое место свободное пустое перепроверил три раза что оно не резерв там не написано вот эта белая надпись хорошо я перепарковал туда сегодня с утра просыпаюсь на работу пить кофе хорошо что мне сегодня не надо там малую везти в садик и мне нет спешки и я вижу вот так вот по диагонали что что моя машина перекрыта то есть это мгновенная карма вернулась вот то что я хотел сделать но не сделал кто то таки сделал я думаю ну здрасте это сейчас надо идти и вот что делать ругаться или не ругаться то есть с одной стороны они очевидно не правы потому что это гостевое место ну если я правильно понимаю правила этого кондоминиума то старое это гостевое место это не твое место ты на него не имеешь права претендовать это гостевое с этой позиции как бы если Джефф прав тоже а он собственник это я снимаю Он собственник своего жилья То есть я могу стоять и бузить С другой стороны Я понимаю, что это мой будущий потенциальный союзник В этом вопросе Я могу рассчитывать Если им то же самое не нравится До вот такой вот степени Как и мне Что они Я хотел сделать то же самое, но не сделал А они сделали Это значит родственная душа По несчастью И нет смысла с ним портить отношения Лучше я вот заручусь еще парочкой союзников И скажу, блин, пойдемте туда В этот кондов наш В администрацию И скажем, что давайте пофиксим эту проблему Пока я пил кофе Собирался, вышел на работу Смотрю как раз и в ту машину Тоже садят ребенка, которая подпирала Ну видимо у них тоже дети Им как бы тоже неприятно наверное С утра с ребенком идти Они уезжают И вторая их машина Тоже там какой-то приезд Тоже уехала Думаю, ну С одной стороны получше Я не буду иметь никаких конфликтов Не буду вот этих вот Душевных мытарств Ссориться мне с ним или нет Но Что я вижу Я вижу вот эти мусорные пакеты Которые по Сегодня выносят Они положили мне прям под этот Впереди Чтобы у меня не было возможности Как Как переставить его Иначе я не проеду Мне только через мусорный пакет Подперли мне под бампер туда Ну ладно Ну такая Обидка На стекле лежит вот эта дичь Не паркуй здесь Вызову полицию Что меня вообще удивило Это я не прихерел И я уже Начинаю закипать о том Что все-таки надо быковать И сейчас я еще обнаружил Что они мне еще и скрутили Мое любимое зеркальце Ладно В принципе Короче То есть я прям Чувствовал лучи поносов Свой адрес Со вчерашнего вечера Кто-то я так спал плохо Короче Я не знаю что делать Я Если у меня будет часто натхнение Я вечером зайду к ним в гости С вот этой бумажкой И попробую Помолчать А не выкричаться А потом попробуем Конструктивно поговорить Если я так сделаю Я сделаю еще одно видео С итогом Если мне будет впадло Мне где-то Наполовину впадло Никому не хочется идти Чтобы на тебя орали Тем более я Я их понимаю Но надо это как-то решать Но заодно Что мне к ним идти Я знаю что Окей Вот эти чуваки Если что Хлебнули говна Благодаря мне И они тоже теперь На одной волне со мной Может быть так еще Попродолжать попарковаться Все так Так они все так Хлебают говно Блин Лапшами Все Все паркуются Друг на друга В гостевых местах И все молчат Терпилы Ладно Вот такая вот Утренняя история Надеюсь Это было не сильно Негативно И где-то даже Проскакивает Луч света В темном Царстве Что мы эту проблему Решим Преодолеем Не выйдем Победителями Победителями Преодолеем 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 Преодолеем